Привет всем, кто смотрит это видео, меня зовут Лидия. И я сегодня со своими криминальными историями очередными. Но с криминальной точки зрения вот чего. Серии о бедном гусаре, то бишь милиции, замолвайте слово. Поскольку я уже не раз говорила, что мнение таково, что в милиции работают одни хамы, тупицы, которые мыши не ловят, извините, конечно. Мне, следователь по зауваженным делам, который работал в тесном контакте с милицией, о привлечении, конечно, с уголовным розыском, вот замолвите слово. Хочу и замолвить, потому что службы, конечно, всякие нужны, службы всякие важны, как в известном стихотворении. То бишь штат милицейский как бы большой, но занимается раскрытием преступления. Прежде всего это уголовный розыск. А потому я всегда уважала и, не побоюсь этого слова, восхищалась работой инспекторов уголовного розыск, прежде всего тех, которые работают над раскрытием тяжких преступлений, расследования коих мне и приходилось проводить. И, знаете, прежде всего, их же мало совсем, которые в Новом Морозовске. Два-три инспектора положили в районном городском отделе, вот и все. А все, что валится, то есть все преступления, это все наше. А валится, поверьте мне, каждому году все больше и больше, к сожалению, преступность растет. И вот все, что это валится, десятки и десятки преступлений, над всеми ними надо работать. То есть устанавливать лиц, причастных к совершению, собирать, помогать доказательства, следовательно, прежде всего. Изыскивать источники вонах и так далее, и тому подобное. Тут, как говорится, волка ноги кормят, потому что не потопаешь и не полопаешь. Сколько набегаешь, столько и получишь результат положительный метод. Но бегать-то с умом надо. А во имя чего, прежде всего? Конечно, есть, принят был не так уже давно, несколько, 20 лет назад, закон об оперативно-розыскной деятельности. Есть закон о милиции, но кроме этого, еще деятельность их регламентируется. Тучи, буквально тучи различного рода приказов, министерства внутренних дел, инструкций и так далее и тому подобное. Вот из той серии, что мышей не ловят, будем так говорить, вот тот же закон об ордене, приказы и инструкции, они строго регламентируют деятельность уголовного розыска, прежде всего. Каждая служба, конечно, уголовного розыска в частности. Вот. И ни на йоту отойти от соблюдения этих приказов нельзя, ни в коем случае. К тому же, все эти приказы, инструкции и так далее и тому подобное, они, как вот в песне-то поется, известны, наша служба опасна и трудна, и на первый взгляд обычно не видна. Так вот и на второй, и на третий, и на десятый взгляд она не видна. А почему? А потому что она секретная. И, естественно, никому, в том числе и следователю, оперативно никогда не раскроет. Да это ему и не надо, следователю. Как он нашел, где нашел, ну, в необходимых случаях, конечно. Вот. Каковы были его оперативно-розыскные мероприятия? Потому что знать о них нельзя никому. Знает о каких-то таких мероприятиях только начальник милиции или сейчас полиции. Больше никто. Даже надзирающий прокурор, проверяющий деятельность, в том числе и этой службы, ему не все предоставляется, не все материалы. Почему? Потому что, когда возбуждается уголовное дело, иногда даже и не возбуждается, по мнению начальника милиции, требуется завести, заводится одновременно с возбуждением уголовного дела оперативно-розыскное дело. И вот бедный этот инспектор, он должен вести вот это вот оперативно-розыскное дело. Смею вас уверить, что исписывается тонны, тонны бумаг. Потому что на каждый чик, на каждое, так сказать, на каждое тело движения составляется справка. Если следует составляет социальные документы, протоколы, постановления и так далее, то у оперов справки, по каждому поводу справки. Начинается все, конечно, с планирования, как это в советские времена. Все планируется абсолютно. Значит, план оперативно-розыскные предприятия на первом листе, утверждается начальником полиции. Вы знаете, конечно, с учетом специфики, обстоятельств дела, то, что вот известно, но в основном тяжкие преступления совершаются в условиях, как мы говорили, неочевидности. То есть абсолютно ничего. Нет ни свидетелей, ну потерпевших, коли они убиены, естественно, нет. Нет ни каких-то вещественных доказательств. То есть куда бежать? По какому пути побежать? Обежать надо непременно, потому что, ежели не побежишь, извините, тебе потом начальник-то с жизни стучит. Да и проверяющих масса потом. Поэтому, значит, план, который включает в себя настолько обширное мероприятие, а экспресс это всего один. Например, проверить на причастность совершения преступления лиц условно осужденных, зонологичные, к примеру, похожие, лиц освобожденных из мест лишения свободы. Представляете, сколько это людей? Лиц с психическими отклонениями. Вы представляете, сколько этих людей? В том числе не только состоящих на учёте психиатрическом, а, так сказать, освободившихся из этих же больниц и так далее. Если там машины задействованы, в своё время компьютеров, естественно, не было, то это вручную нужно проверять только по цвету, марк, если она есть. Это всё вручную. Объём работы совершенно невероятный, невероятный. А плюс ещё подворные, поквартирные обходы. То есть это беседы с массой и массой людей. Причём беседы не такого плана. Прибежал, тебе, значит, с удовольствием открыли двери и тут же вступили в беседу. Нет, конечно, народ у нас не таков. Если раньше какой-то страх испытывали, чуть-чуть хотя бы, если ты ни в чём не замешан, ладно ещё. А так посылают тебя подальше куда-нибудь. Ничего не знаю, ничего не видел, и отстаньте от меня, наплевать мне на ваши эти проблемы. То есть нужно людей не только этих отыскать каким-то ниточком там совершенно невероятным, но и суметь построить беседу с ними так, чтобы они действительно что-то вспомнили, припомнили, рассказали, сумели, так сказать, вот просто их вот так вот подтолкнуть, как это было, и только потом, значит, эти свидетели поступают в распоряжение следователя. И не только свидетели. Даже если обнаруживаются подозреваемые по тем или иным доказательствам, то, конечно, я как следователь не знаю, в роду никогда не сунулся в воду. В принципе, с ним оперативник будет беседовать. Причем беседует очень долго и нудно. Если следователю положим запрещенные допросы по указу с 22 часов до 6 утра, то оперативник это не возбраняется. Если у тебя хорошее отношение с ИВС, ты можешь ночью только, например, другого времени нет, вывести этого подозреваемого, задержанного, даже арестованного уже, и беседовать с ним. Беседовать долго и нудно, чай, кофе потанцуем, и опять же, нужно вот так подобрать ключик, чтобы этот человек, у которого, конечно, инстинкт самосохранения, и всеми правдами и неправдами постарается облегчить свою часть, и обстоятельства представить в выгодную для себя сторону, что это вот, это он потерпевший скотина, такой секунд разы, а я-то вон какой белый, пушистый. И вынужден я, и оборона у меня. Ну и что, что он там, один из ножевых ранений, подскользнулся на апельсиновые корки и упал, поднялся, и опять и на нож, а нож-то в руке держал, и так вот. Ну, то есть, суд заставляет проверять самую бредовую версию, так сказать, обвиняемых, подозреваемых, самую бредовую, плодоинополитян, которые прилетели и расправились с бедняком терпевшим. Вот так. То есть, работа адовая, просто-напросто адовая. При отсутствии, кстати, сейчас-то еще полегче, конечно, при отсутствии автомашины, каких-то, ну, буквально без ничего, вот на пустом месте, один ты голый, свои руки, ноги, голова, вот ты все. И беги куда хочешь, и как хочешь, но сделай, сделай, делай, делай, делай. И сколько бы ты ни сделал, этого мало. Ты все равно придурок, ты все равно тупица, ты это не сделала, то не сделала, там в милицию положим планерки, совещание, утром и вечером. Утром что-то намерен сделать, и заодно, чего ты за ночь сумел сотворить. А если ты не сумел отчитаться, извини меня, тут начинается топание ногами, кулаками об стол, флаг до несозрущины, то есть нет там такого, что доложился, и тебе сказали, о, молодец, восьми с полки пирожок нету, извините, никаких тебе премий, ничего. Вот читаешь иногда, что, да, знаем, им лишь бы галочку поставить, отчитаться, премии получить. Увы, бюджет, его величинство бюджет, извините, ни на что, абсолютно все расписано, до копейки. Я не открою секреты, конечно, все знают о существовании агентуры, об этом, от этого, ну, просто без этого ни одна правоохранительная структура не только у нас и за рубежом не обходится, без этого, ну, никак. Причем у каждого оперативника она своя, и он никогда ее не сдаст и никому не доложит. Вот в оперативном поисковом разыскном деле две части. Первая часть, это, так сказать, ну, секретная, с ней имеет возможность ознакомиться, тот же надзирающий прокурор, он проводит такие проверки, или начальник милиции. А вот вторая часть, да уж совершенно секретная, это агентурные сведения. То есть они не представляют эти сведения никому и никогда, ни под какими обстоятельствами абсолютно. И вот только на содержание агентуры, причем весьма, так сказать, небольшая сумма выделяется в милиции, то есть, да, агентам платят, но платят только в том случае, если информация, так сказать, подтверждается, если она ценная, полезная и так далее. Они просто, все они платные, им платят без разбора, всем вовсе даже нет. Вот и все, все источники. Какие там премии, какой там же ничего, да не боже мой, а то, что палки, ну, извините, у нас была такая вот палочная дисциплина, как мы говорили, то есть отчитался, в смысле, раскрылось преступление, поставил галочку в отчете, раскрылось. Раскрываемость, ее величество раскрываемости, преступление во главу угла, процент, процент и процент, как больше, чем больше, тем лучше, 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 лучше. А куда уж, и так уже избегался весь. Поэтому в отчетности прежде всего галочку. Низкая раскрываемость, тебя каждый день долбит, долбит и долбит, и обзывает по-всякому. Поэтому мне вот всегда восхищало, что вот работа, особенно по тяжким преступлениям в главном родственнике, она совершенно неблагодарная, неценная, как я уже говорил, никто тебя никогда не похвалит, и не скажет спасибо. Сколько бы ты ни сделала, все равно мало, плохо. Это одно. Второе. Ну, раскрылось, раскрылось, слава богу. Дальше беги, уже преступление масса. Поэтому в форме они, естественно, никогда не ходят, оперативники же, да? Так что обеспечивая себя. Ну, хорошо там уже с не таких давних пор выплачивали компенсацию милиции. То есть не желаешь форму получать, обычно обеспечивают, или отрезами шили, или готовые формы, обувь, там, обмунирование зимнее, весеннее. Вот. То можно было написать заявление, и ты получишь компенсацию, сколько это стоит. Вот и все. ехать, это свои деньги, естественно, и уж не на такси далеко, а на офисном транспорте, а если в район, а если куда-то, опять же, за свои деньги. А зарплата-то грошовая. Вот буквально вот в мои времена 90 рублей получал инспектор, уборщица получала 60 рублей, а то и 90. Вот инспектор, который ни сна, ни отдыха, ни днем, ни ночью не имеет, он вот за эти гроши. То есть на сплошном он энтузиазме. Это надо обладать какой-то силой воли, характером, чтобы сносить вот это все, и в том числе вот эту атмосферу, так сказать, когда на тебя верещат и орут, когда руки опускаются буквально, то просто невероятно. В том, бесстрашие. Я вот почему завела, мне просто вспомнилось, я сейчас расскажу об одном деле, когда я вообще-то не склонна, так сказать, к слезам была. Я помню, единственный раз от обиды просто заплакала в районе, когда работала, когда дело не шло, потерпевшая, трудное дело, весьма изнасилование, и потерпевшаяся отказалась от своих показаний, а их четверо задержаны на хрестованных. В общем, это другая история. Единственное, так вот, в деле, о котором я расскажу, я при действиях инспектора уголовного розыска я расплакалась, честное слово. От восторга, от умиления, от восхищения я буквально правда расплакалась. Потом, вот, все эти, так сказать, вся эта беготня, эта писанина, а когда писать-то, извините, только ночами, вот, если не написал, справку не составил, значит, ты ничего не сделал, ну, кошмар. Это бесстрашие, вот, просто какое-то невероятное бесстрашие в своих действиях, потому что, да, оружие есть у них, как бы, но постоянно они его не носят, поскольку по гражданке, особо-то не спрячешь. Иногда, если на задержание, там, какого-то опасного преступника, то, может быть, а так-то нет, безоружный, и мало ли что тебя встретит, там, и не только в месте предполагаемого нахождения того же подозреваемого, а и просто свидетели, которые зачастую пьяные, обкуренные, там, и так далее, и тому подобное, неадекватные, тебе может прилететь в лоб в любой момент, из-за любого угла. Вот. Я вот, когда рассказывала о туринском деле, кто смотрел это видео, припоминает, я просто упустила, ну вот, в сегодняшнем, так сказать, рапорте, скажу, вот, когда мы, так сказать, колесили, как раскрывали это преступление, я уже говорила, причем в условиях совершенно чуждых, то есть, всеобщей ненависти к русским, особенно хакасам, как я говорила, хотя, казалось бы, одной породы, но тем не менее, как я говорила уже, что мнение, то, что хакасы русским продались, и они такие, они еще больше русских их ненавидели. Вот мы, когда где-то дней пять колесили, раскрывали помощь, и неоткуда, как выуживать, устанавливать, когда установили все-таки лиц, совершивших это убийство, мы вернулись в Кызылы, это столица Тувы, и в этот день, выходной день это был, значит, в гостиницу заселились, а вечером, я осталась в номере, а вечером они оба хакасы операли из городского управления, просто невероятные ребята, причем хакасы такие небольшенькие, щупленькие, вы знаете, вот, ну энергичные, весьма просто-таки страшные, они вечером подолезли, значит, там какой-то праздник тувинский, ну типа Тубайрама какого-то, и на стадионе, представьте себе, здоровенный стадион, и там собирается буквально молодежь всей Тувы, в смысле Кызылы, это тысячи и тысячи человек, пьяные, естественно, все, кошмаренькие, и они, вот эти два хакаса, пошли на этот стадион, вдруг мы его узнаем, но мой взгляд, они что-то видят, что разусе на одно лицо, это в такой многотысячной толпе, причем рожденно настроенной, которая в лед, значит, их разоблачат, что они ненавистные хакасы, они пошли туда, я говорю, ребята, может не надо, нет, мы пойдем, вдруг мы увидим, вдруг мы вдвоем, вдруг, а если действительно увидят, как задерживать, там толпа, растерзает просто-напросто, да, пошли, да, работали, чуть ли не до утра, к сожалению, не увидели, конечно, но тем не менее, сам факт, сам факт просто невероятен, и вот эта работа, я упомяну еще об этой вот самоотдаче, невероятной ответственности, могу, хочу вот вспомнить, еще пару-тройку раз мне приходилось работать еще в контакте с оперативниками ФСБ, или КГБ, раньше оно было, ну, другой калинкор, конечно, тут уж, ну, правда, и задачи совершенно иные, и методы, но они тоже руководствуются и законами оперативной деятельности, и так далее, и подобные, свои приказы, там вот такого нет, извините, там вот, например, по четвергам был спортивный день, каждую неделю, в четверг спортивный, все от мало до велико, все службы абсолютно, все работники, все в спортивном зале, с утра и до ночи все занимаются, или стрельба у них там, или еще, а мне вот приспичило что-то проверить, непременно, быстро, скоро, звонил, значит, забыв совершенно, что четверг, первый раз вообще, офонарило, я говорю, мне немедленно, вот, оперативника соедините, меня, потому что трубку берет только дежурный, сами не доступны, ни в каких сетях, нигде нет этих телефонов, мне нужно связаться с ним, вот, по делу, мне непременно нужно, прямо сию секунду, сделать то-то, то-то проверить, так-то-то, четверг, спортивный день, а добыть, ни в коем случае, ни в коем случае, пусть все обвалится, обрушится, любое какое-то, не-не-не-не, это святое, спортивный день, хотя я не знаю уже, спортивная подготовка, для таких оперативников, этой службы, это, конечно, не самое главное, другое дело, это милиция, которым постоянно, действительно, приходится, сталкиваться с людьми, и контактировать с ними, и вот, дело, значит, ну, как это и будет, я уже не раз рассказывала, что даже в нашей Хакасии, провинции, казалось бы, чего уж тут такого, но, тем не менее, у нас случались, впервые, можно сказать, ну, преступления, таковые, которых в России еще, или раньше, в Советском даже Союзе, единицы насчитывались, так вот, одно такое дело, из-за которого я вот расплакалась, случилось и здесь, в терроризме, ни много, ни мало, в то время, еще, начало 90-х годов, тогда еще, такого разгула не было, естественно, террористических актов, и поэтому, как бы мы в числе первых, не в чистом виде, конечно, не классический терроризм, это не шахиды, так сказать, это совершенно русский, абсолютно русский, молодой парень, который, по каким-то своим, туманным, то ли ему голоса там что-то подсказали, то ли он озлоблен был там на весь свет, он добыл гранату, сейчас уж не помню где, в те времена, было достаточно сложно, тем не менее, можно, или самодельно, или, наверное, я уж сейчас не припомню, но факт, и со фактом граната, он зашел в подвал многоэтажного дома, причем дом этот находится в центре города, нашей столицы, Абакана, причем, к тому же, этот дом в тесном, так сказать, вот буквально напротив этого дома, центральный рынок, который весьма и весьма, множество народа там, и все на свете, на этой же стороне, так сказать, рядом с этим домом, автовокзал, масса, значит, людей и транспорта, с другой стороны дома проходит очень оживленная автомагистраль, по которой множество транспорта, это улица Пушкина, причем, недалеко от Переквестка, буквально, в одном доме, то есть транспортный поток очень и очень плотный, ну и пешехода, соответственно, и вот, значит, он грозится взорвать гранату в подвале этого дома, вы представьте себе, каковы могли быть, ну, обрушения дома, это понятно, это египет множество людей, это автовокзал, это центральный рынок, это автомобильный поток, ну, во дворе этого дома, к тому же еще, знаете, дом еще первых построек снабжались газом, там во дворе, если кто помнит, значит, вот эта вот установка газовая, где там вот эти вот баллоны огромные с этим газом, короче, катастрофа, буквально катастрофа, ну, в те времена еще не были настолько задачи, когда поступило сообщение, что, да иди ты, так, шутит вроде того, что паренек, ничего такого не будет, а вдруг, а вдруг, ну, естественно, быстренько сроганизовались, тут и с ВСБ подскочили, и милиция, пожарные машины, скорая помощь, и куча народу, ну, и я, соответственно, следователь, дело, так сказать, не шуточное, а вдруг и правда, зарабатывание, в непосредственной близости, мы вот находимся все. Что делать? Конечно, никаких каких-то штатных переговорщиков, как это, потом где-то там в центральных районах Советского Союза, которые растерялись там и выходили на переговоры, пытались их убедить, да и захват заложника, захват самолетов, еще, так сказать, не в моде, говорим, были первые-первыхые ласточки только, делать-то что? Ну, прежде всего, надо каким-то макаром его оттуда выманить с его гранатой и вывезти за пределы города, потому что иначе катастрофа. И вот инспектор, рядовой инспектор управления городского уголовного розыска, Сергей Сергеевич Лысых, сейчас помню, его отец, Царство Небесное, он работал тоже в управлении в Министерстве внутренних дел, в управлении городского, замечательнейший опера был, замечательнейший просто, спокойный такой, просто вот одареннейший, талантливший от Бога. Вот, правда, говорят иногда, что на детях отдыхают, а здесь получилось все-таки исключение. Сын его, Сергей, тоже, естественно, пошел уголовный розыск, был настолько очарован, хотя я видел вблизи, что это такое, что это за работа такая, ведь не случайно, надо сказать, что, ну, уголовный розыск, если не женатые, то уже все разведенные, потому что какая жена выдержит, так сказать, постоянно занятость мужа, которого не видит ни она, ни дети, ни днем, ни ночью, ни выходные, ни проходные, да, и отпуск, когда не дождешься, ты, какой отпуск, у тебя, преступления масса не раскрыт, так иди, беги, работай, так вот, вышел, значит, вступил в переговоры, как уж он, по-всякому, несколько часов велись эти переговоры, ни в какую не соглашался, то есть ему нужна была машина, деньги и так далее, и тому подобное, вынужден был пойти на этот шаг, лишь бы выманить его оттуда, что да, да, подвезем, машину подогнали, к двери подавала прямо, чтобы никого вокруг не было, по-моему, даже снайперов привлекли из воинской части, на всякий случай, ну, тем не менее, опасность та еще, непосредственная, вот, с открытой дверцей, естественно, вплотную, в машине только водитель, он сел в эту машину, и вот, кавалькада двинулась, кавалькада весьма внушительная, ездит, значит, впереди, вот, это легковая машина, с этим террористом, так называемым, только с одним водителем, за ним двигаются, значит, там, милицейские, прокурорские, но я в одной из машин, естественно, вытянулась, там машин, наверное, 15 различного рода, и различные службы, и пожарные, и скорые, весьма внушительные, надо сказать, для нашего небольшого города, непривычно, подобного рода, происшествиям была, ну, наконец-то, слава Богу, выехали за пределы города, степь, да степь кругом, впереди, это метрах в 200, машина остановилась, значит, ждет преступник, когда подвезут ему деньги, что там еще, заложники, и заложников ему дайте, дабы рядышком сидел, а я с гранаткой, и отобрать у него никаких, значит, возможностей нет, и вот этот Сергей Сергеевич, вы знаете, была, по-моему, ранняя весна, холодная, минусовая температура, он разделся, я пойду, заложники, он разделся до рубашки, на нем только рубашка, дабы было видно, что он не вооружен, нигде ничего, жили не голышом, ветер такой пронизывающий, просто холод до костей пробирает, и он пошел, вы знаете, вот он идет, волос развивается ветром, рубашка эта сдувается, и вот он идет, вот само, на видео снимали, и, к сожалению, не сохранилось это видео, я потом его скопировала, меня вот просто переполнили, вы знаете, вот эти вот чувства, правда, восхищение, бесстрашие какого-то, ну, жертвенности, я не знаю, просто вот так, и он сел в машину, они отъехали там сколько, в общем-то, проехали, наверное, несколько метров, ну, дальше уже неинтересно, дело в том, что Сергею Сергеевичу удалось его разговорить, удалось его убедить, тем не менее, и разоружить в оконцовке, вот голыми руками, и вот так, эта история завершилась благополучно, вот такой случай, и таких случаев, конечно, масса и масса всегда, поэтому, поэтому я всегда с уважением, восхищением относилась к конспитерам Головного Розыска, всякие люди, конечно, бывали, но в основном в массе, вот именно по тяжким преступлениям, просто невероятные модельцы, я вот хочу, мне рассказывали ребята, которые в академии учились в Москве, ну, заочем, понятно, и вот они были как-то на сессии, и приехали американцы полицейские, по обмену будем так говорить, да, модно тогда это было, и американцы, когда ознакомились с техническим оснащением, с работой нашего Головного Розыска, они просто поразились, они поразились, они говорят, как, как вы работаете, да и к тому же еще раскрываете преступление, как можно, как это, постичь, для них, было совершенно невозможно, потому что, ну, там и люди на Западе, знаете ли, несколько иные, чуть и не жутко послушнее, и полицейские, для них, это, кстати, это святое, такое редкие случаи бывают исключения, да и отношения, это, кстати, писанина, это всякое, в блокноте чекнул там чего-то, и будь здоров, если судья его вызывает, он докладывает там, что, куда, и как он установил, то, что сказал, и прочие дела, если он там нашел, ему безоговорочно верят, безоговорочно, что это сказал полицейский, у нас же опера поставлены изначально, вот, как исследователь, мы вам не верим, это все не так, вы придурки, тупые, вам лишь бы выслужиться, лишь бы галочку поставить, нет, нет, это не так, никто никогда себе не верит, вот так вот, нет, нет такого, абсолютно, вот такой вот был факт, вот поэтому я и пропела вот эту осанну, уголовному розыску, прежде всего, а почему, по всему, спасибо за внимание всем, кто смотрел это видео, и до свидания.